Кукурузного штата. Там столько кукурудзы, что им приходится использовать номера. По дороге вы можете увидеть такой знак. Пожалуйста, не смешивайте такую-то кукурудзу с такой-то. Но я вам могу сказать одно. Вы можете смешивать кукурудзы сколько вы захотите, но вы всегда получите кукурудзу. Вместо кукурудзы никогда не вырастет хомяк, помидоры, леки. Этого просто не случится. Все, что вы получите, это кукурудзу. Разновидность случается. Есть много разновидностей собак, и у них, наверное, был общий предок. Собака. Это не эволюция, это разновидность. Есть разновидности коров, и у них, наверное, был общий предок тоже. Корова. Разновидность случается, но у нее есть границы. Этого эволюционист или не понимает, или не хочет признаться. У вариаций есть границы. Фермеры стараются вырастить больших свиней, не так ли? Они всегда стараются вырастить чем побольше размером. Вы думаете, они вырастят свинью размером, как Украина? Нет. Я спорю, что этому есть где-то граница, правда? Они скажут, брат Хован, тараканы привыкают к яду. Да, они привыкают. Но я спорю, что этому есть граница. И они никогда не привыкнут к кувалде. Правда? Во-вторых, они не хотят понять или признаться, что эти происходящие вариации производят тот же вид животного. Это не эволюция, это вариация, друзья. Но они скажут, это макроэволюция. Понимаете, это и есть проблема. Они путают детей этими двумя разными значениями. Слово эволюция должно быть разделено раз и навсегда на макро и микро. И они никогда не должны встретиться. Между ними нет ничего общего. И миллионы лет микро не относятся к макро. Вы можете думать, вы можете надеяться, вы можете верить, что они относят друг к другу. Но это ничего не изменяет. В макроэволюции нет никакого доказательства. Информация для вариаций уже присутствовала в генах. Вы можете получить разновидность собаки или коровы. Но генетическая информация должна уже присутствовать. Вы не можете научить свинью летать. У них нет генов для производства крыльев. Вы можете получить большую свинью или маленькую свинью. И это все. Это разновидность свиньи. Вариации случаются, но гены новой разновидности более ограничены. Вы знаете, что они потратили много лет, смешивая собак и сохраняя самых маленьких щенков. Самых маленьких. Пока они не получили чиваву, карманную собаку. Много-много лет смешивания собак в конце концов произвели стопроцентово бесполезную собаку. Подумайте об этом. Что? Какой это вид? Как вы его назовете? Близкий к бесполезному. Правда? Большинство разновидностей собак были кем-то выращены для какой-то цели. Например, сидеть на коленях или охранять дом. Это вариации. Они случаются. Большинство из которых специально выбраны человеком. Это не естественный отбор. Это искусственный отбор. И большинство не выживает в дикой среде. Отпустите всех в мире карманных собак в дикий лес. Они подбегут к волку. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Уш! Видите, вариации случаются, но генетическая информация потеряна. Она не прибавлена. И когда вы смотрите на эту маленькую собаку, вы увидите, что генетическая информация была потеряна. Ничего не было прибавлено. В 1795 году вышла книга Джеймса Хаттена, в которой он начал говорить людям, что Земле миллионы лет. И этим он как бы забрал шеститысячный возраст Земли. Это открыло дверь для появления Чарльза Лайла, опровергшего потоп с помощью принципа геологии. И люди начали смотреть на слои камня и думать, что они разного возраста, разделенные миллионами лет. Лайла проверг потоп. В 1859 году появился Дарвин со своей книгой и уничтожил веру в Создателя. И к середине 18-го столетия мир остался без Библии. Общество начало рушиться во многих слоях, о чем мы говорим на кассете номер 5. О том, как теория эволюции середины 18-го столетия повлияла на подъем коммунизма, нацизма, социализма, марксизма и нового мирового порядка, грядущего и в ваш город. Мы поговорим об этом на видеокассете номер 5. Эта геологическая колонна и была началом всех ложных учений. Идея, что Земле миллионы лет, униформизм и эволюция находятся в учебниках в вашем городе. Этому будут учить детей завтра. Повсюду. Я собираю учебники, у меня есть сотни учебников многих стран и многих лет. В учебниках есть много хорошей науки. Но в них есть яд. Я боюсь, что детей больше не образовывают, их индоктренируют. Учебники это не книги, а науки. Потому что если бы это была настоящая наука, учебникам были бы представлены все варианты с возможностью выбора самого рассудительного. Сотворение мира исключено. Потому что эволюционисты знают, что если дети будут изучать сотворение и эволюцию вместе, 99% детей отвергнут эволюцию. Поэтому они не хотят представлять теории вместе. Потому что тогда никто не поверит в эволюцию. Видите, все хотят учить тому, чему они верят сами. Я хочу, чтобы вы верили, чему я верю. Я стараюсь изменить ваше мышление, если вы эволюционист. Я хочу, чтобы вы поверили Библии. Я представляю доказательства, которые представляют мое дело. Потому что я думаю, что я прав. Не потому, что я прав, но потому, что Библия права. Бог сотворил мир. И эволюционисты стараются, чтобы дети поверили, во что они верят. Но они дают детям ложную информацию. Они обманывают их. Этот учебник 99-го года Университета Западной Флориды, который содержит много вещей, опровергнутых 120 лет назад. Но они хотят, чтобы дети поверили в их теорию. И они должны представить какое-то доказательство. Вот это типический учебник с целой главой о эволюции. Иногда детям приходится учить целые книги по этой теме. Здесь говорится, ребята, у нас есть много доказательств эволюции из разных сфер науки. Что они им покажут? Они им скажут, что эволюция происходит из-за мутаций, которые производят новый вид, и естественный отбор помогает ему выжить и захватить население. Ничего подобного никогда не наблюдалось. Все это воображение. Мутации случаются, естественный отбор случается, но они не совершают эволюцию, как они думают. В этом учебнике детям говорится, что розы произошли от различных мутаций. Наверное, правда. И это все равно роза. Эти мутации случаются. Вот бык с пятью ногами. Пятая нога растет со спины. Он не может объезжать быстрее. Я хочу, чтобы вы заметили, что у быка выросла нога, а не крыло, перо или клюв. Мутация не может добавить новую информацию. Она может взять существующую информацию и перемешать ее. Это не помогает. Вот коротконогая овца. В этом учебнике говорится, что эта мутация не выживет в природе. Конечно, нет. Она будет первой овцой, которую схватит волк. Убегайте, идет волк. О, она не успела. Вот двуглавая черепаха. Это мутант. Это не ниндзя. Видите, мутации происходят, но они вредные, фатальные или нейтральные. Если бы вы получили выгодную мутацию, чего не было доказано, с кем бы она сроднилась? Вам нужно получить две мутации в одно и то же время, в одном и том же месте. Знаете, это большой мир. Понимаете, мутация – это перемешивание уже присутствующей информации. Это как взять буквы слова «машина», перемешать их и составить разные слова из этого слова. Но вы никогда не получите море, зебра или доллар из этих букв. Информация недоступна. И перемешивание существующего кода ДНК не составит ничего нового. Мутации ничуть не помогают теории эволюции. Но это все, что у них есть. Я говорю вам, это не поможет, друзья. И тогда они думают, что естественный отбор поможет... В этом учебнике говорится, что естественный отбор является причиной эволюции. Неправда. В этом нет ничего плохого. Естественный отбор происходит. Креационисты подумали об этом первые. Естественный отбор происходит, но он не может создать ничего нового. Он точно не может наделить вас новыми качествами или новой информацией. Он только выбирает из существующих разновидностей и определяет, какая из них выживет. Если бы у вас был завод по производству машин, обычно на заводе была бы секция контроля качества. Люди контролировали бы качество, отбирали брак и уничтожали бы его. И если бы у вас была секция контроля качества, которая бы замечала каждую ошибку, ничего бы не оставалось незамеченным. Вы производите совершенные машины. Это было бы неплохо, не так ли? Сколько времени понадобится, чтобы изменить автомобиль на самолет? Но вы скажете, что система никогда не изменит машину на самолет. Это и моя идея. Видите, естественный отбор не создает ничего нового. Он не может изменить продукт во что-то другое. Он только сохраняет этот продукт в хорошем состоянии. Естественный отбор не имеет никакого значения для эволюциониста. Он происходит, но он ничего не объясняет насчет эволюции. Он бесполезен. Выживание сильнейшего происходит, но оно не объясняет появление сильнейшего. Кстати, выживание сильнейшего – это тавтология. Фраза, которая не значит ничего. Почему вы выжили? Потому что вы сильнейшие. А как вы знаете, что они сильнейшие? А, потому что они выжили. Видите, к чему это приводит? Не к чему. И это не всегда выживание сильнейшего. Если кит съедает 80% рыбы, это не выживание сильнейшего. Вообще-то это выживание счастливейшего. Это ближе к реальности. Меня удивляет, как некоторые люди проводят полезные наблюдения, но все равно приходят к нему.